34-й краевой фестиваль фольклора и национальных культур «Золотое яблоко» проводится в рамках мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России. Цель фестиваля – содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию кубанцев, а также поддержка и развитие традиционной культуры народов, проживающих в Краснодарском крае. Наш город принял в зональный этап престижного фестиваля. 24 творческих коллектива из 9 муниципальных образований Краснодарского края приехали в Славянский городской дом культуры на фестиваль «Золотое яблоко». Они выступали в номинациях «Традиционная народная культура кубанских казаков» и «Национальная культура народов, проживающих на территории Краснодарского края». Мы здесь видимся, общаемся, мы передаем свои какие-то опыты, традиции, новые песни, мы видим друг друга, мы готовимся к этим фестивалям, новые костюмы шьем. И вообще это у нас стимул, мотивация к нашему дальнейшему росту. Мы так рады, что он проходит вблизи нашего района и очень счастливы сегодня представить свои, ну, самые лучшие песни. Они у нас новые. Я думаю, что мы порадуем и комиссию, и зрителей. Песня «Ты Россиюшка» и «Слава казакам». Еще с нашего района приехали и хореографические коллективы. Для приехавших сюда коллективов фестиваль фольклора и национальных культур «Золотое яблоко» – это настоящий праздник творчества и общения с единомышленниками. У нас только народная песня, песня черноморских казаков. Одну мы представим акапелла «Ягзейшо месяц» из «Захмары», которую мы, кстати, пели на фестивале «Александровская крепость». Вот буквально два месяца назад. И «Дребный дождик» в сопровождении. Вот эти две песни мы сегодня покажем. И приятно, что многие районы, коллективы многих районов принимают участие. Приехали к нам в гости и будут выступать. И я им желаю всяческих успехов в этом фестивале. Приподнятая атмосфера чувствовалась уже в фойе городского дома культуры, где была организована выставка декоративно-прикладного творчества. Славянский историко-кровеческий музей представил интересную выставку предметов быта и ремесел Кубани. В целом для нас этот год очень насыщенный, год культурного наследия народов. И сегодня мы присутствуем здесь с нашей выставкой. Частичку музея мы снова стараемся принести в народ, чтобы не только в наших стенах люди могли увидеть эти экспонаты, свидетели прошлого. Ну и чтобы здесь, в рамках данного фестиваля, тоже все присутствующие могли познакомиться с культурным наследием народов Кубани. Детская художественная школа познакомилась с керамикой и гончарными изделиями. Здесь были представлены также любопытные работы в самых разнообразных техниках. Вязание, вышивка, лоскутное шитье, бумажное лозоплетение. Привлекли интерес участников фестиваля и авторские куклы работы Оксаны Крыхтиной. Когда я стала взрослая, у меня родилось пятеро детей, у меня появилось время делать эти куклы. Каждая, конечно, эксклюзивная. Мало того, что я стараюсь к ним делать маленькие миниатюрные предметы из советского прошлого. Все, что греет нам душу, так сказать. И тоже пытаюсь их делать сама. Получаются такие вот детки, как будто бы из деревни какой-то, я не знаю. Как будто из нашего прошлого детства. Есть в Славянске на Кубани и мастера по росписи матрешек. Ну, просто интересно. И дети любят это. И моторику развивает. И чисто внешне. Красивая. Хоть в подарок, хоть куда. Это, я считаю, что надо развивать сейчас народные промыслы. Участников и гостей зонального этапа фестиваля приветствовал заместитель главы администрации Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко. Радует то, что сегодня на фестивале у нас присутствует много детских коллективов. Это говорит о том, что традиции Кубани, традиции казачества, они продолжаются в наших детях, в наших коллективах. И это сеет в нас только доброе и серьезное намерение. И говорит о том, что фестиваль, который проходит уже 34-й раз, он имеет свою основу. Можно сказать, что искреннему творчеству все возрасты покорны. От самых юных до убеленных сединами. Все участники очень старались продемонстрировать свое искусство. В легком танце участницы хореографического коллектива выразили всю красоту народных традиций. Фестиваль был и остается средством единения народа в духовной и культурной сферах. Фольклор – это живая традиция, которая объединяет поколения. На суд жюри и зрителей были представлены не только народные песни, но и танцы, и фрагменты обрядов. Лучшие исполнители вскоре смогут выступить на завершающем мероприятии фестиваля в Краевом центре. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Гер beat катанадона «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Раз